Отец Небесный Мы благодарим Тебя и просим Тебя, чтобы наши сердца, они были открыты перед Тобой и просим, чтобы Ты касался каждого сердца и говорил то, что Ты хочешь сказать. Используй меня, мои уста, Господь. Используй все то, что у Тебя есть для каждого человека сейчас, в это время, на этом служении. Во имя Иисуса. Итак, тема проповеди — это Божье Слово в нашей жизни. Или можно еще сказать, что Божье Слово — это основание нашей жизни. Слово Божье — это то, что первым приходит в нашу жизнь, когда мы принимаем покаяние. Когда мы каимся, когда мы призываем Иисуса Христа в свое сердце, когда мы начинаем свою жизнь, свое хождение с Богом, то первое, что приходит в нашу жизнь, то, что мы слышим — это Слово Божье. Мы слышим Его на группах, мы слышим Его в собраниях, мы слышим Его от своих наставников, мы читаем Его. То есть это то, что формирует наши жизни, что формирует нашу судьбу. Мы сейчас не будем исследовать Слово Божье. Я хочу, чтобы мы поговорили о практическом значении Слова Божьего в нашей жизни. Откроем Матфея, 4 главу, 3 и 4 стих. И приступил к нему, значит, Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола. И, посевшись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал и приступил к нему искуситель. И сказал, если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии стали хлебами. А Иисус ему ответил, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьим. Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Иисус принял помазание Духа Святого. Видимо, это было видно всем, когда голубь спустился на Него во время крещения. И все видели, что помазан он был Богом, Духом Святым. И несмотря на все это, он 40 дней написано, что был поведен Духом в пустыню для чего? Для того, чтобы построить свое служение, для того, чтобы осуществить какие-то планы в будущем, наметить их. Нет. Написано, что для искушений от дьявола. Вот мы иногда не замечаем некоторых таких нюансов, таких вещей. Но на самом деле ему пришлось нелегко. И он 40 дней не ел ничего. И написано, что напоследок взалкал. И, конечно же, ему уже хотелось кушать. Дьявол, он никогда не приходит просто так. И не начинает нас соблазнять какими-то вещами, которые нас не интересуют. Какой-то чепухой. Он приходит именно в таких ситуациях, когда мы в чем-то очень сильно нуждаемся. Когда мы находимся в каких-то стесненных обстоятельствах. Или нам нужно решить какие-то важные вопросы. То ли они финансовые, то ли они какие-то другие, семейные. Всякие вопросы, которые волнуют нас. И которые иногда мы не знаем и не видим выход. И нам очень тяжело. И вот именно тогда приходит искушение. Именно тогда дьявол предлагает, может предложить что-то. И нужно быть очень внимательным. И нужно чувствовать, Господь ли тебе это говорит, принять какое-то предложение в тот момент, когда тебе очень тяжело. Потому что дьявол, он никогда не предложит тебе хлеба. Он предложит тебе камни. Он хочет накормить камнями, не булочками, не чем-нибудь вкусным. Он не сказал Иисусу, ты знаешь, ну ладно, ты уже проголодался, давай я тебе. Ну ладно, но не выдержи ты уже, измени там. Ну я тебе дам вот тут вкусное покушать. Нет. Он сказал, пусть эти камни, сделай, если ты Сын Божий, сделай эти камни, чтобы они стали хлебами. И таким образом он всегда подсовывает камни. Вспомните людей, которые находятся в каких-то зависимостях, которые там находятся в наркотической, в алкогольной, в игральной. Находятся, у них сейчас уже ад на земле. Они наелись камней. Они приняли от дьявола обман. Они приняли в свою жизнь, может быть, в связи с каким-то, в результате каких-то обстоятельств. По-разному бывает. Но это был обман. И их судьбы, их жизни, они находятся сейчас уже в тяжелейшем состоянии. Утро наступает, и люди не видят света. Они только думают, как бы выжить, как бы прожить этот день. Это ужасно. Поэтому дьявол, он от начала лжец. Он пришел, написано, что он пришел украсть, убить и погубить. И это его суть. Это его сущность. Представьте, я хочу, чтобы мы вспомнили еще одну историю из Библии. В Библии это когда Бог пришел к Гедеону и сказал, я хочу, чтобы ты возглавил войско. Значит, на Израиль в тот момент пришло, напало огромное, пришло войско, там тысячу, сто тысяч человек это войско было. И Гедеон собрал войско. Он сначала там прятался, говорил, там спорил с Богом. Но в конце концов он собрал войско. И войско было большое. Это было 32 тысячи человек. Бог сказал, ой, это много. Те, которые боязливые, те, которые там имеют еще какие-то проблемы, пусть они уйдут. Они ушли. Ушло 22 тысячи. И осталось 10 тысяч. И Бог сказал, это тоже много. Давай поведем их всех к ручью и посмотрим, как они будут пить. Гедеон мог подумать. По всем законам войны и ведения. Для того, чтобы победить, нужно хотя бы в три раза иметь большую силу, чем вражеское войско. А тут осталось в 10 раз меньше и еще меньше. Бог сказал, нет. Чтобы это была моя слава, а не твоя. Веди их к ручью. Они пришли. И вот отобрал он в конечном счете тех, которые, опустившись на колено, не выпуская из рук оружие, одной рукой набрали воды и пили. То есть, смотрите, они не выпустили из своего поля зрения врага. То есть, они не предались этой жажде, этой нужде, нужде попить. Они не окунулись с головой. Только 300 человек. Остальные стали лакать, пить, опустились на оба конец. Лена бросили там свое оружие и так далее. И Бог сказал, возьми этих 300. То есть, знаете, можно провести такую аналогию. Когда мы находимся в каких-то трудных обстоятельствах, когда мы находимся в каких-то ситуациях, и нам кажется, что нет выхода. Бог хочет сказать, что не отведите свой взгляд от Него. Не отведите. Не нужно, чтобы ваша нужда поглотила вас. Чтобы мы стали рабами этой нужды. Чтобы мы так уже чего-то хотели, чтобы находились в таком волнении. И вообще уже ничего не могли понимать и слышать, и только думать о своей нужде, о своей проблеме. И, да, бывает очень трудно. Но Бог хочет, чтобы мы помнили, чтобы мы понимали, что Он может разрешить любую ситуацию. Что Он дает победу. Что Он дает силу побеждать. И что Он хочет, чтобы наши сердца, они принадлежали Ему. И чтобы наш взгляд, и мы смотрели на Него. Чтобы мы никогда не выпустили нашего Бога из вида. Невзирая ни на какие наши сложные обстоятельства. Все бывает в жизни. То есть Богу нужны те, кто в состоянии крайней нужды и крайней жажды. Не теряют головы из-за своей собственной нужды. И мы не должны быть ослепленными нашей нуждой. Сейчас. Иногда тебе кажется, что Бог далеко, а нужда твоя близко. И тебе нужно решить этот вопрос очень, ну, немедленно. У тебя нет времени. И кажется, что Бог тебя не слышит. И что ничего не происходит. Но помни, что наш Бог больше нашей нужды. И нам нельзя затмить взгляд на Господа в нашей жизни. То есть любая нужда, она должна быть ниже Господа. Любая наша проблема, она должна быть ниже Господа. Даже, ну, как-то нужда хочет взять тебя за горло. И кажется, что вообще выхода нет. Держи свое сердце в уповании на Господа. Я знаю, что Бог видит наши сердца. И нам надо устоять. Устоять, невзирая ни на что. Несмотря ни на что. Но написано, что человек будет жить всяким словом, исходящим из уст Божиим. Как нам устоять? Словом Божьим. Знаете, я хочу сказать, что вот если внимательно очень отнестись к этому выражению, что человек будет жить всяким словом, исходящим из уст Божиим. Давайте проанализируем. Что такое исходящих из уст Божиим? Вот смотрите, не написано, что которое вы слышите, слово. Или которое вы прочли. Или слово, которое проповедовал проповедник. Или вам кто-то сказал. Всё это правильно. Всё это хорошо. Да и аминь. И имеет своё огромное значение. Но очень важно в тот момент, когда вы слушаете проповедь, когда вы читаете Слово Божье, когда вы слушаете кого-то, ну, о Господе, услышать то, что Дух Святой в этот момент говорит именно лично для вас. Знаете, как бывает, что читаешь Библию, и вдруг как бы высвечивается, как бы ты вдруг увидел это местописание, и что-то у тебя внутри отозвалося, что ты понимаешь, что Господь именно тебе говорит сейчас в твою ситуацию, или это в будущее, но это Слово для тебя. Вот что значит исходящее из уст Божих. То есть Дух Святой, Он работает таким образом. Он работает через проповедников, через Слово Божье, через чтение, через прослушивание проповедей, ну, разными способами. Но каждому индивидуально нужно постараться услышать, не просто читать, как читаешь ты художественную книгу, но просить Господа, чтобы во время этого чтения Он говорил тебе, особенно когда ты находишься в какой-то нужде, особенно когда ты ищешь какие-то ответы. Бог, Он не молчащий Бог, Он говорящий Бог. Мы просто часто не слышим Его, не умеем слушать. Но наша задача всё-таки слушать Господа. Тогда мы услышим ответы, тогда мы получим Слово ободрение, через которое мы сможем преодолеть эту нужду. Может быть, нам приходится ждать, может быть, нам приходится терпеть, может быть, это не случается сейчас в одну секунду, но мы знаем, что Бог обещал, и что Он верен, и что если Он сказал, то это будет «да» и «аминь». И это будет и придёт. Рано или поздно. Но это придёт. то есть вера слышит каждый день, потому что всё это, конечно, по вере. Ты веришь, что это сказал тебе Господь, но не придумываешь, а чувствуешь. Разговор идёт от сердца к сердцу. Услышанное Слово от Господа, оно и является как раз тем фундаментом, который выдержит любое наводнение. То есть это тот камень, на котором построен дом мудрого человека. И основание нашей жизни не должно быть ни на панике, ни на крайней нужде, а только на том, что услышано от Господа. Иисус сказал, прежде всего, ищите Царство Божьего, и всё остальное приложится вам. Иисус хочет просто вырвать нас из материального мышления, в котором мы привыкли. Почему Он хочет это сделать? Потому что законы духовные, они гораздо могущественнее, и они могущественнее управляют нашими жизнями, нашими обстоятельствами, и всеми нашими чувствами. То есть я хочу сказать, что Слово Божье — это тот фундамент, который даёт нам силу, чтобы перевернуть ситуацию в нашей жизни. Когда ты получаешь это Слово, действительно происходит прорыв. Действительно у тебя появляются силы ждать, у тебя появляются силы верить, надеяться, терпеть. И даже когда совсем тебе тяжело, ты вспоминаешь, что Господь тебе сказал. А если ты забыл, то твои братья и сёстры напоминают, что ты начинаешь нервничать. Тебе Бог что сказал? Вспомни. Бывает такое в жизни? У меня — да. Знаете, Бог отвечает не на такую осторожную веру. Ну вот мы ходим, мы верим, мы верующие, мы такие тихие, мы такие спокойные. Он отвечает на упование преданного сердца. Если мы хотим увидеть Славу Божью в нашей жизни, мы не должны бояться тех моментов, когда мы сталкиваемся с немощью, когда нам плохо, когда действительно приходит какая-то немощь или какая-то проблема в нашей жизни. Бог говорит, мир вам даю вам. И этот мир от Слова Божьего, от откровений, исходящих из уст Божьих в нашу жизнь. Это и есть Божий шалом. То есть это не то, что вот мне ничего не интересно или я не буду обращать внимание, это не безразличие, это тот мир, который приходит вопреки. Когда вокруг всё рушится, когда вокруг новости всякие негативные, когда, ну, твои эмоции, бывает, зашкаливает, а ты понимаешь, а Бог приходит к твоему миру. И ты понимаешь, что Он хранит этот мир внутри тебя. Он не даёт выплеснуться всему этому негативному, которое просто одолевает тебя с разных сторон. Иисус, написано, что Иисус будет судить не по взгляду очей и не по слуху ушей, потому что и уши наши, и очи наши, они могут обмануть нас. Что должно сделать Слово Божье? Вот я хочу, чтобы мы рассмотрели несколько таких пунктов. Первое. Слово Божье приходит в твою жизнь, чтобы дать тебе прозрение. То есть, не то, что мы видим своими физическими глазами, а то, как смотрит Бог. То есть, Он хочет дать прозрение. Когда Иисус и Пётр, помните, Пётр сказал, зачем тебе это, зачем тебе это, Иисус, что ты будешь идти на смерть? Помните, на на Леонской горе? Иисус не ответил ему, что да, ну ладно, Петя, действительно, ты прав. Нет. Он сказал, отойди от меня, сатана. То есть, Он понимал и знал, что это не от Господа было у Петра. То есть, нам также надо иметь прозрение. То есть, нам надо, чтобы Слово Божье открывало наши глаза и говорило, что нам делать. понимаете, понимаете, наша логика нас может подвести, наши выводы могут подвести, но если мы доверяем Слову Божьему, только те, кто доверяет Слову Божьему, только те и одерживают победу. Таковы законы жизни. Второе. Значит, первое, Слово Божье дает нам прозрение. Второе. Слово Божье производит в нас ревность. Мы пели песню вот сегодня о ревности Божьей. ревность. у Бога желание, производимое им и вдохновляемое Господом. И оно пробуждает огонь в нашем сердце. Иисус говорит, ревность по дому Твоему снедает меня. Знаете, Бог приходит по-разному. Когда пришел Иисус в храме, где были торговцы, Он взял плеть и разогнал торговцев. И это тоже была ревность. Ревность это сильное чувство. Этим наш Бог, Он не бесчувственный, Он имеет чувствование. Но когда Он пришел в дом Петра и его теща была больна, Он нежно прикоснулся к тещи. Он тоже возревновал о ее здоровье. Она встала и служила им. И написано, что она была в горячке. И вы все прекрасно понимаете, что просто так, когда человек болеет, и вдруг он встал и сразу начал служить. Ну, ему это очень тяжело. То есть, это тоже было чудо, естественно, от Господа. То есть, у него и нежная ревность, и эмоциональная ревность. смотрите, ну, разве можно было бы пойти на крест, не любя так сильно, так страстно человека? Ну, разве можно было бы отдать свою жизнь, если бы не было этой страсти, если бы не было этой силы, силы любви к человечеству. Смотрите, эти чувства, Бог хочет, чтобы мы имели их, чтобы мы ревновали по Господу, чтобы мы не были такими, знаете, тихими, ну, такими прилизанными, какими-то такими. Он хочет, чтобы наши страсти и наши чувства, они были задействованы в нашей вере. Каждый из нас ведет борьбу, чтобы прожить счастливую жизнь. Но когда Слово Божье приходит в твою жизнь, ты готов решиться на что-то. «Когда Слово Божье нет, ты не имеешь тогда полной силы». Написано, что праведник смел как лев. Что такое слово праведник? Это человек, можно сказать, имеющий правильное ведение. то есть он уверен в своем выборе, он уверен в том, что он делает. И я хочу сказать, что все, что мы делаем, что ты делаешь, что я делаю, нужно делать с дерзновением, делать, имея твердое решение внутри себя. Тогда можно достигнуть цели. Иисус Навин, Иисус Навин, когда возглавил все это общество израильское, Бог сказал ему «Будь тверд и мужественен». Эти слова до сих пор актуальны, они к нам. То есть сейчас я вам говорю и себе, мне когда-то Господь сказал эти слова много лет назад. «Будь тверд и мужественен». Возможно, у нас какие-то огорчения. Мы живем в такой стране, конечно, этой привилегии, естественно, что мы здесь живем. Но и не так легко здесь жить. И у многих есть много всяких вопросов и проблем, которые хотелось бы, чтобы их не было. Но Бог говорит, будьте тверды и мужественны, не отступайте, идите, слушайте мое слово, наполняйтесь им, живите им, имейте дерзновение, имейте силу и смелость делать то, что Бог хочет от нас. Каждый из нас отвоевывает свою обетованную землю, и каждый из нас сражается за свое место под солнцем. То есть каждый из нас ведет борьбу, но невозможно быть твердым преможественным, если наше основание не на слове Божьем. Написано, что все, что не делайте, делайте без ропота и сомнений. То есть без страсти ничего не будет. Бог любит и ревнует. И знаете, это задевает струны его сердца. Это задевает его. Он не безразличный Бог. Ревность и страсть дают силу. Написано, что до ревности любит дух, живущий в нас. Невозможно, я уже говорила, отдать жертву своего сына за этот мир, не имея страсти и не имея ревности. Знаете, и сила нашего желания, она равна силе нашей веры. Вот такая формула интересная. Бог производит в нас еще и конкретные действия. То есть Слово Божье должно привести нас к тому, чтобы мы действовали, не только слушали, не только понимали, не только говорили, но и действовали со страстью и ревностью перед Господом. Вспомните Давида, который сражался с Голиафом. Молодой человек невысокого телосложения и вдруг вышел сражаться с Голиафом, который имел под 3 метра ростом. Какое у него было дерзновение? Это Бог действовал в его жизни. И он сказал, кто этот необрезанный филистимлянин, который поносит войско Бога живого? Такие слова от этого молодого человека были услышаны израильским народом. И вы знаете результат этой битвы, что несмотря на весь огромный размер он был поражен и враг держал победу. То есть именно Господь он дает дерзновение и силу. Вот в случае с Гедеоном, с Давидом таких примеров много в Слове Божьем. если мы хотим, чтобы наша жизнь пробуждалась и менялась, нам нужно стараться услышать голос Божий. Есть вещи, которые мы должны возненавидеть, чтобы они нас оставили. например, какой-то грех, с которым мы сражаемся. Возможно, каждый человек знает свои какие-то такие вещи, которые ему не нравятся, от которых он хочет отказаться. но до того момента, пока он не возненавидит это, это не уйдет из его жизни. То есть здесь тоже нужна страсть, нужно захотеть, сильно захотеть уйти от этого. А есть вещи, которые мы должны страстно желать, чтобы они пришли в нашу жизнь. Написано, что ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, и потому помазал тебя больше всех и леем радости. То есть искать надо больше Слова Божьего, именно конкретно для каждого из нас в нашу жизнь. Я хочу же открыть Еремия 23 глава 29 стих. Еремия 23-23-29 Слово Мое не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу. Это одно из характеристик Слова Божьего. То есть смотрите, если сначала пришел огонь, но если этого мало, тогда еще приходит молот, который может разбить все то, что мешает огню. если даже наша проблема как скала, то молот ее разобьет. И еще хорошее местописание, тоже я его очень люблю, это Исайя 55-я глава 10-й 11-й стихи. Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напаяет землю и делает ее способную рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно и совершает то, для чего я послал его. Такие очень сильные стихи, я их очень люблю. Когда-то в моей жизни я услышала это в проповеди и когда открыла, то следующие стихи Бог проговорил мне лично в мою жизнь. У нас были большие проблемы с бизнесом, это еще было в Украине и было очень тяжело и долги и в общем сложно было. Очень сложно. Не знали выхода. И смотрите дальше 12 стих и вдруг это слово оно ко мне было. Итак вы выйдете с весельем и будете провожаемы с миром. Горы и холмы будут петь перед вами песнь и все дерева в поле рукоплескать вам. Вместо терновника вырастет кипарис и вместо крапивы возрастет мир. И это будет во славу Господа в знамение вечное несокрушимое. и я должна сказать что прошло время и действительно все осуществилось все изменилось и ситуация поменялась полностью. Так что это для меня было очень большое ободрение это слово. И сейчас я хочу что может быть для кого-то оно тоже является ободрением надеждой светом от Господа что вместо терновника вырастет кипарис и вместо крапивы возрастет мир. И это будет во славу Господа в знамение вечное несокрушимое. Если мы хотим чтобы наша жизнь менялась что нам нужно делать? Нам необходимо чтобы Бог послал свое слово в нашей жизни. Это важно. Это так важно. Это жизненно важно каждому человеку. И нужно об этом очень сильно ревновать. Нужно сильно хотеть этого. Бог Он отвечает на желание сердец. Он сердцевидец. Он читает сердца наши. Даже то, что мы хотим скрыть. Он знает. Он знает наши чувствования. И именно поскольку Он является нашей сущностью и нашим благословением именно от Его престола мы получаем то, что мы называем счастьем. Слово такое короткое и просто мы дальше помолимся. Мы молим Тебя Господь, чтобы Слово Твое звучало в нашу жизнь, чтобы вред брожало нашу судьбу. Нам нужно Твое Слово, нам нужна Твоя благодать. Иисус, Ты наш пастырь. Мы прославим Тебя, чтобы наши сердца были мягкими. Мы просим Тебя, чтобы наши сердца были мягкими в Твоих руках. Мы хотим быть послушными, мы хотим повиноваться, мы ревнуем, чтобы исполнить Твою волю. Иисус, Ты наша праведность, Ты центр нашей жизни, Ты ее стержень, Ты все, в чем мы нуждаемся. Дай нам силу и Твою благодать, укрепи сердца наши, чтобы мы в Тебе имели Божью славу, стояли на истине, имели победу. Спасибо Тебе, Господь, за все наши таланты, за руку Твою над нами, за силу побеждать, за избавление, за выход из тупиков, за Твою благодать. Иисус, Ты наш хлеб. Ты даешь нам силу продолжать жить, верить, надеяться, продолжать ожидать торжества истины, продолжать ожидать суд над нечестием, продолжать ожидать крушения нечестивых и торжества праведности. Мы превозносим Тебя на этом месте, мы отдаем Тебе все почести, всю честь, хвалу, славу из глубины наших сердец. Без Тебя мы не можем ничего. Мы Твои ученики идем за Тобою, Господь. Дай нам силу и Твою благодать, чтобы мы были облачены в Твою праведность и в Твою победу. И помните, Бог любит каждого из нас. И Бог благ к Тебе, ко мне. Он автор жизни. И Он автор Твоего человеческого счастья. Аллилуйя. Бог ненавидит. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ